если вы слышите загадочную музыку это не напрасно потому что у нас программе тайна и явная ее ведущий майкл мельхов добрый день майкл добрый день добрый день на аркаде благодарю и добрый день дорогие друзья давайте мы тогда уже и начнем прежде чем мы начнем все-таки надо объявить наши координаты наши телефоны телефон студии прямой эфир 847-498-3367 телефон для смс 847-495-0904 насколько я помню да 847-595-0904 нахожусь сегодня в походных условиях далеко но тем не менее готов как говорится к труду и обороне и сегодня мы поговорим вот о чем все мы наверное знаем или слышали о том что существует такое слово энергия и вот эта энергия это не та энергия кинетическая или там другая энергия которая измеряется в джоулях а это энергия которая заставляет нас двигаться и и жить и вот эта энергия называется на санскрите вот есть такой язык на санскрите называется прана прана тут есть один слог который наверное тоже все знают ра ра это солнце это жизнь это энергия поскольку благодаря солнцу мы все живем и мы мы все существуем и вот прана прана тут три слога но сейчас не будем об этом но вот эта жизненная энергия которая дает нам действительно возможность жить если у нас в теле и и немного или она где-то как-то не поступает в органы какие-то конкретные ну тогда мы имеем troubles мы имеем проблемы и вот эта жизненная энергия это прана будем так грубо распределяется через семь главных центров энергии которая находится в нашем теле условно будем говорить в нашем теле они находятся они называются вот эти центры энергии называется чакрами чакрами и вот эти чакры их будем говорить я буду говорить о семи но мне сегодня помогает как это часто бывает у нас экстрасенс парапсихолог медиум элена порецкая которая находится со мной на линии точно так же как и я и она мне со мной будем мы вот будет вот это вот передача но она будет говорить о другой системе поскольку есть разные действительно системы есть разная трактовка этих чакр ну вот по ходу дела будем выяснять то есть я говорю о семи так а елена говорит про 9 это славянская система допустим и это правда то есть я обозначу название этих чакр только хочу еще сказать вот о чем мы тем не менее не отменяем того момента что дорогие друзья если вы захотите позвонить то ли в эфир то ли прислать смс мы с еленой с удовольствием будем анализировать по дате рождения ваши вопросы в любой сфере то есть это может быть сфера здоровья это может быть сфера отношений это может быть сфера допустим финансов то есть по дате рождения можно очень много чего сказать особенно учитывая то обстоятельства что елена порезка на тонком плане связывается конкретно человеком и как правило практически не ошибается это доказано тем что я регулярно веду селенные программы на нашем канале youtube центре сангейтс и доказательством того вот те люди которые приходят обращаются к ней за помощью или задают свои вопросы поэтому пожалуйста не стесняйтесь звоните хорошо лена я приветствую тебя привет привет всем ну давай тогда мы начнем расскажи пожалуйста я может быть добавлю но ты расскажи что вот это вот за чакры такие и для чего в общем то нам надо определять как они функционируют и как можно с помощью диагностики можно сказать вот этих чакр определить состояние физического здоровья любого человека неважно это мужчина женщина ребенок или так далее какие секреты ты могла бы нам раскрыть нашим уважаемым радиослушателям ну чакра это жизненные центры да через которые идет жизнь жизненная наша энергия да и у восточной ты правильно сказал там 7 основных центров у славян 9 но так у славян 37 основных энергетических центров 9 это главенствующие 28 определяющих но опять же 9 главенствующих разделены на три структуры три нижние чакры отвечает за физическое развитие человека три средние за душевное и три верхние отвечает за духовное вот значит все 37 чакр по славянскому мировоззрению создают энергетический крест то есть именно вот об этом иисус у нас говорил да что каждый несет свой крест опять же все энергетические потоки пересекаются в одной точке в данном случае это точка гармонии да у нас в районе солнечного сплетения на ну и соответственно что такое вообще как бы смысл в чакрах да как бы чакры определяют определенный источник ну не источник чакры это на каждом уровне чакра определяет тот или иной уровень человека допустим если чакра закрыта у человека или допустим человек грязно думает соответственно будет отражаться это на физическом здоровье на психическом да соответственно и по качеству этих чакр да у человека можно определить здоровье можно определить в принципе ну не то что предсказать по ним то есть конечно я такие вещи не предсказываю но можно определить даже какие-то минусовые моменты которые лучше изменить чтобы не было фатальности то есть если у человека закрытая определенно красная чакра или в полузакрытом состоянии то это говорит о том что это ну либо была сделана порча насмерть это красная чакра это исток это копчик у нас да по славянской системе это называется исток район копчика там зарождается энергия жизни здесь опять же со звуком у славян очень все сопряжено то есть звук там идет инфразрук сверх низкие частоты получаются да вот вторая чакра идет уже выше это за рот то есть чакра отвечающая за рождение да и опять же это та же сексуальная чакра но по славянам по славянскому системе этот цвет красный вот исток у славян он черный копчик район копчика по восточной идеологии мы все знаем что исток это красная чакра да копчик а за рот получается это оранжевая чакра сексуальная да и родовая вот опять же я придерживаюсь все-таки мировоззрение не восточное как ты сказал майкл да потому что все-таки училась по эзотерической российской школе русской да всеслава соло и там у него свое определение чакр по цветам и как художник мне например это ближе да вот ну опять же допустим чакра сексуальная и родовая это район лобка она отвечает по звуку до то есть принципе по музыкальности можно даже чистить эту чакру с помощью звука до определенного вот звук до и цвет по славянской идеологии красный да третья чакра по славянам идет это живот попок жизнь по-славянски да то есть связано с жизнью с рождением жизни у матери то есть человек получает силу свою через поповину да которую перерезает ну и дальше уже через принципе живот всегда был силой человека да во все времена звук музыкальный ре идет и цвет у славян там алый ну если взять идеологию восточную это треть чакра пуповина это живу желтая чакра воля да но тут тот же самый принцип жизни это воля да то есть без воли жизни нету кстати четвертая чакра по славянам это перси грудь солнечное сплетение значит ну это нарастает творческая энергия цвет золотой и звук ми то есть опять же если нажимать на клавишу ми на пианино или на гитаре то можно войдя в состояние принципе чистить чакры на уровне звукового да поля пятая чакра по славянам идет лада это правое плечо любовь то есть чакра принимает излучает энергию любви добра звук фа цвет зеленый опять же это связано с человеческими отношениями у славян разделено это вот ну нежели допустим у восточников там получается в восточной идеологии это зеленая чакра да она отвечает за человеческие отношения эмоции астральный план как бы да у славян шестая чакра это леля левое плечо интуиция значит звук соль цвет небесный но мы все знаем что интуиция это опять же связанные сердечные чакры да то есть люди через сердце иногда чувствуют всякие интересные вещи опять же славянская идеология уста это седьмая чакра горловая система до кончика носа звуковая энергия то есть опять же материализация мысли звук нот для то есть можно этой ноты чистить чакру цвет синий здесь но также совпадает кстати это из восточной идеологии чакры я бы сказала да мировоззрением тоже синяя чакра у нас в этом же месте находится опять же отвечает это все за синий третий глаз умение интуиции интуиции тоже считывание информации какой-то телепатические ну и другие позиции да восьмая чакра по славянам это чело межброви вот здесь у них видите разделено то есть у славян синяя чакра по сути разделена на две то есть уста седьмая горловая система это голубая чакра по вот я перепутаю это голубая чакра восточной идеологии а чело это синяя чакра и у них тоже получается только там свет другой цвет фиолетовый восьмой чакры это лоб да вот это третий глаз у нас образы мысли чувства ой чувства это зеленый чак звук си у восьмой чакры цвет фиолетовый и девятая чакра это родник темечка связь с родом происходит и связь с богами да то есть через эту чакру звук идет ультразвук то есть это сверх высокий чистотый цвет белый ну как бы вот тут тоже интересное совпадение идет по чакрово с восточной чист ну чтением чакр но здесь немножко идет разделение допустим зеленой чакры на две но тут можно сопоставить что это сердечная чакра да вот опять же интуиция то есть очень интересное тоже чтение по чакрам через славянскую систему но я все-таки придерживаюсь той системы которой я уже привыкла я считаю 91 года по системе всеслава соло работаю мне очень трудно перестроиться честно говоря поэтому вот как то так понятно ну да перестраиваться здесь совершенно не надо но как идет так и на идет тем более что это работает без сомнения но вот пока ты рассказывала мне на другом телефоне позвонила одна моя знакомая кстати известный человек в городе чикаго и вот она прямо вот прямо вот сейчас и она меня спросила что со мной происходит а я спрашиваю что с тобой происходит она говорит непонятное ощущение то есть полностью какое-то разбалансировано то есть накатывает какие-то тревоги постоянно какие-то сомнения я не знаю что мне делать чем мне заниматься что-то как будто вот пустота полностью пустота наступила у меня это бывало она говорит но это было редко так она ну налетит и проходит а сейчас последнее время постоянно нахожусь в таком состоянии то есть полностью руки опускать ничего не хочется делать давай мы сделаем так первый вопрос я не буду пока на ней сосредотачиваться потому что ты считываешь информацию на тонком плане я могу написать как ее зовут я не хочу в эфире озвучивать ее имя потому что еще раз ее многие знают я да я напишу тебе как ее зовут но скажи мне как с точки зрения чакр вот в чем может быть проблема здесь можно ли здесь увидеть в чакрах вот что происходит с ней ну ты мне напиши имя ее и год рождения месяц число или хотя бы приблизительно не знаю я точнее ну сейчас не найду года рождения не знаю вот я написал как ее зовут озвучивать не надо имя даже без фамилия известная но но я на ней сейчас сосредотачиваюсь не знаю не знаю не могу сказать примерно не могу сказать давай попробуем пока так я попробую поискать но вряд ли я смогу найти потому что обычно возраст не озвучивают ну попробую попробую давай я на ней сейчас сосредоточился и скажи что ты чувствуешь ну может быть хотя бы для начала допустим вот с точки зрения чакр это же довольно просто ну ты на ней средоточился да я то ее я то ее вижу на самом деле фотографию ну теоретически как бы могу скинуть и фотографию конечно ну во первых у нее трудности с реализации чего-то нового то есть она как будто бы добилась ну какой-то уровень есть у человека и она не видит уже себя в этом дальше то есть это уже все стало привычное нету новизны зацикленность полная ну где-то идет этот негатив через дружеские или контактное общение то есть с кем она контактирует и закрывает глаза на то что люди могут ее пробивать ну пробой тут идет через зеленую чакру если взять идеологию русская школа всеслава соло то есть и восточной то есть это зеленая чакра это человеческие отношения рядом сердечная чакра немножко пробой по сосудистой системе идет опять же присутствуют знания которые возможно ей сейчас не нужны в прошлом как будто человек очень много знает но она как тебе сказать не использует часть какую-то это балласт просто в ее сознании немножечко я бы советовала ей почистить свое мышление то есть очень много информации как будто бы сквозь себя или много контактирует с людьми то есть слишком много информации которая абсолютно не нужна она ее как бы носит и память так устроена этого человека опять же что она может запоминать вещи которые не нужны но они постоянно всплывают то есть она рассосредоточена от этого у нее нет целостности своей жизни она теряет себя немножко в этом то есть она как бы вот Елена я прошу прощения я прислал тебе и фотографию и дату я уже увидел да да я нашел пока что ты говоришь она все так оно и есть что самое интересное она общается с огромным количеством людей в силу своей профессии вот общения с людьми но и не только профессии потому что еще раз говорю довольно известный человек и в общем-то многие люди приходят в контакте с ней конечно поэтому в этом плане ты права но я когда еще пробой идет и по семейным отношениям это опять же пробой по сексуально оранжевой чакре родовой то есть там как бы идет пробой через семью возможно там тоже негативчик идет через родительский то есть родового характера уже негатив ну с моей точки зрения ну по здоровью если смотреть могут быть проблемы по здоровью в этой области немножечко сбои какие-то с моей точки зрения общение с людьми в таком вот контакте и такое и такое серьезное общение потому что каждый день приходят люди к ней и она с ними работает но с моей точки зрения это ну что-то типа порчи вот то что вижу я поскольку думаю что так оно и есть не знаю где и как от кого но думаю что это но я скажу у нее идет это у нее в принципе копилось это не сегодня произошло но то что у нее это вдруг обнаружилось в короткое недавнее время это связано с ну с недавним общением это была женщина у которой ну может быть очень истерическое состояние вот она как бы либо с ней общалась либо она решала ее проблемы какие-то тяжелый очень человек путанный и вот в какой-то степени помимо всего прочего вот у нее основной заразилась да не то что заразилась есть люди которые просят помощи и потом сбрасывают проблему либо наоборот ненавидят человека который помог завидует то есть это вот из разряда такого что человеку она как-то помогла а человек ей же и позавидовал и те пробои которые у нее сейчас образовались вот эта депрессивная состояние но я думаю что ей может быть станет легче потому что я согласна что он может слушать передачу и от моего голоса станет легче ну как бы пробои это не снимет но по крайней мере ей станет легче формирование вообще я скажу формирование себя дальше у нее порча порча насмерть через обман через родовой дом это через семейные отношения это что-то идет из прошлого и это в прошлое тянет сегодняшний дискомфорт от каждого любого человека она может набирать она еще проблемная в том что она берет чужую энергию и не всегда различает от того что ее много она не всегда успевает обрабатывать грамотно потоки этих энергий и по сути все чакры у нее достаточно если по чакрам смотреть немножко в загрязненном состоянии не ее энергии а чужой то есть ей абсолютно нужно чиститься по-хорошему отливать надо навозки человека либо вот с помощью медитации выводить как бы из этого состояния но ей это надо снимать однозначно потому что очень много зависти еще тех людей с кем она контактирует когда им она что-то помогает или с ними работают и люди ей завидуют но это именно ее жизненную энергию забирают себе то есть есть люди такого качества которые так делают ей надо решать вопросы чтобы ну как бы ее жизненная энергия не расходилась по ну на на других людей так что она затрачивает себя в итоге как бы отдает свою силу жизненную ну как бы в итоге как бы она растрачивается то есть она раскидывает себя на людей ну не всегда которые это ценят и ей надо просто грамотно это делать научиться фильтровать базар в своей голове мыслей потому что иногда ее мысли загружаются чужими мыслями и когда она не справляется это все идет в ее физическое тело и по сути все ее чакры вот в таком нагрузочном тяжелом состоянии как бы если посмотреть как колеса ну как крутится вот у нее чакра они у нее как бы в замедленном темпе некоторые как будто бы с трудом ворочаются вот у нее как будто бы сил нет вот чтобы прокручивать свою жизненную энергию грамотно ну я должен отметить то обстоятельство что в общем то я в принципе ей сказал ту же самую систему у тебя есть люди которые тебе завидуют и наверняка ты от них что-то получила кроме этого ты действительно сто процентов права потому что она все так сказать ну как говорится своей жизнью она помогает то есть она все время помогает и она довольно часто ко мне обращается по поводу получения совета что я мог бы посоветовать поскольку у нее вот эта подруга с ней вот это происходит с другой подругой вот это происходит и вот то что ты говоришь подруга какая-то которая она помогала но не она лично а через нее она соединяется с какими-то специалистами которые пытаются ей помочь подруге но подруга с ней общается и изливает выливает на нее вот все свои проблемы и она их принимает довольно близко к сердцу как любой человек который хочет помочь другому человеку но надо помогать с умом а это правильно это вопрос уже следующий но чужую карму на себя нельзя брать она берет чужую карму и у нее все таки есть женщина очень может быть ты про эту подругу и говоришь потому что у меня идет ощущение от женщины которая постоянно с ней общается и сливает ей негативную информацию она за счет того что та так реагирует она за счет этого подпитывается а вот у этой женщины про которую мы сейчас говорим из-за этого начинаются проблемы по здоровью ей надо прекратить с этой теткой вообще общаться понятно ну я не знаю что за тетка может она сама узнает я с ней пообщаюсь дорогие друзья наш телефон 847-498-3367 телефон смс 847-495-0904 мы можем отвечать на ваши вопросы пожалуйста звоните пишите смс если вы хотите выяснить что происходит у вас или у вас близки хорошо давайте мы вернемся тогда к нашей теме по чакровой диагностике ну вот я буду называть слова которые как-то я тоже к ним привык это слова санскритские и чакры называются снизу вверх они идут таким образом название чакры такие муладхарас фатхистана манипура анахата вишутка яджна и сахасрара первая чакра она вот я уже рассказывал на нашем канале в центре сангеть для наших постоянных видео слушателей видео зрителей о том что вот если соединить сверху вниз в одну линию все то первые шесть чакры начиная сверху они будут находиться на одной линии а вот седьмая которая находится в районе копчика или промежности это первая чакра это корневая так называемая чакра это связь с землей а и это определенная планета я извиняюсь у нас звонок примем да алло вы в эфире добрый день добрый день я хотела поинтересоваться у этой я забыла ее телефон Елена 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 Леночка спросить насчет моей дочери если можно просто алло дата рождения и имя пожалуйста да имя и дата рождения и дата рождения да окей ее зовут Юлия Юлия и день рождения май семнадцатого тысяча девятьсот восемьдесят первого года и что у нее за проблема если вы можете сказать что беспокоит у нее у меня ее беспокоит судьба потому что ей уже почти 37 лет и никак не может найти свою судьбу в этом в этом мире хотела поинтересоваться что у нее за проблема с ее жизнью на ней сосредоточьтесь пожалуйста хорошо спасибо я могу по радио послушать хорошо или нужно на телефоне быть можете на радио послушать только о ней думайте сейчас хорошо спасибо думайте о ней да так ну у Юлия проблема во-первых нереализованности и пробой по карьере то есть по направлению идет с детства где-то был конфликт или проблема между родителями опять же это родового качества либо не в ту сторону ее направили то есть как будто бы потеря направления вот идет где-то с 9 лет у девочки а проблема по любовным отношениям это тоже родового характера негатив то есть то что лежит как бы на родителях в том числе кстати по я бы сказала мама папа и там идет все-таки по обеим линиям какой-то удар ну негативное воздействие которое в принципе было болезненным либо воздействие на семью на их отношения то есть вот какое-то в прошлом было далеко когда она была опять же небольшой ну опять же взять эту девочку ну она уже не девочка но все равно у нее лично у нее идет пробой по личной жизни связано с человеком который до сих пор как бы на сердце но он как потерянный человек такое ощущение что она ну как бы во всех нынешних новых каких-то на людях пытается найти старую какую-то любовь или старые отношения которые в чем-то не сложились или были болезненными вот она как будто бы постоянно бегает по кругу то есть не может ну решиться на что-то может быть уже не хочет даже то есть у нее какие-то постоянные сомнения пробой у нее идет по родовой чакре и сексуальной это оранжевая да не буду называть ее словами сложными как Майкл вот пробой у нее идет на уровне зеленой чакры это опять же пробой идет на уровне человеческих отношений обжигалась очень сильно и где-то сама была неправа то есть в какой-то степени вот эта двойственность ее мучает периодически ну опять же проблемы с мужчинами у нее они постоянно то есть как бы присутствие мужчины есть но нету человека который был действительно бы взял на себя ответственность за нее такое ощущение что она все время пытается найти может быть позицию отца в мужчине вот как будто бы не хватает ей опорной точки в мужчинах которые ей попадаются какая-то вот ненадежность постоянно она чувствует вот во всех вот ну отношениях каких-то у нее проскальзывает ненадежность ну по работе опять же пробой идет работа с людьми способная талантливая действительно но не умеет доказывать стоять за себя очень закрывается может быть даже в чем-то она в прошлом была интроверт я бы так сказала человек который старается закрыть себя не сказать боится ну не любит общаться ну не хочет с лишним чтобы в нее лезли в душу то есть у нее какие-то подростковые еще до сих пор мы вернулись в эфир и у нас еще есть звонки может примем какой-то да сейчас я хотел бы добавить только по поводу вот этой вот девушки Юлия тут я согласен с Еленой абсолютно поскольку это скорее всего папа и дальше может быть еще и выше то есть какие-то сложные отношения были они были чем-то испорчены и соответственным образом сегодня вот у нее вот такое качество но понимаете тут есть такое с точки зрения астрономерологии есть такое понятие в каждом из нас проявленные планеты вот женская планета кроме Луны это Венера вот у нее Венера не в самом лучшем положении то есть ей надо работать с Венерой она как-то себя подает и людям многим людям прекрасно общается она действительно очень притягательна но в то же время есть какая-то двойственность в этом для нее потому что ее как-то могут воспринимать слишком авторитарной слишком такой который ну может отпугивать людей и она ищет своего избранника действительно она ищет но не находит поскольку ее надо изменить несколько свою позицию общения вот это так сказать с точки зрения астрономерологии у нас есть а вы в эфире здравствуйте здравствуйте я хотел бы узнать о своем здоровье у меня день рождения 7 августа 1948 года а как вас зовут анна хорошо здоровье в какой-то области беспокоит или просто общее понятие общее понятие так ну давайте я вас посмотрю да а и пока посмотрите я просто скажу что еще пришел интересный смс и когда вы ответите на вопросы обязательно задам потому что потому что действительно интересный вопрос давайте я с анной разберусь а то я так собьюсь с цели поехали поехали ну анна вы достаточно двойственный человек как бы у вас есть пробой вообще по финансам ну вообще по жизни вам как бы деньги приходят но тяжело приходит у вас был обман по деньгам в прошлом очень какая-то большая сумма как потеряна или ну что-то как с потерей денег или то есть пришли и купили что-то неудачно ну как потеря получается или обман и у вас пробой вообще как бы по здоровью вот ну вторично или третично идет вот через это вот переживание по поводу какой-то суммы денег на самом деле на самом деле у вас достаточно хорошие очень амбиции то есть вы склонны работать с людьми вы можете управлять процессами вот такой в принципе сильный руководитель пробой у вас идет по линии мужчин в жизни ну что-то связано может быть по линии отца по линии мужа может быть вот что-то как удары идут по мужским линиям то есть это может быть по деду тоже то есть вот что-то идет вот именно по мужчинам в вашем роду как негативчик в том числе это может быть пробой по личной жизни то есть вроде даже она есть но какой-то дискомфорт присутствует нехватка знаний у вас присутствует вы достаточно консервативно. То есть за счёт этого у вас получается, что вы в себя не пускаете новые энергии, и вы скептичны очень к чему-то новому, но вы тянетесь осваивать какие-то новые знания, но при этом всё равно то, что вы уже знаете, это у вас тот балласт, который не даёт вам развернуть своё сознание грамотно. За счёт этого у вас внутренний конфликт идёт с той платформой, которая у вас есть, и с тем, что вы пытаетесь брать как новые знания. За счёт этого у вас, кстати, идёт и идеологический разрыв внутри вас в сознании, то есть вы начинаете не воспринимать что-то, что-то отталкивать, идёт сбой, и у вас получается любые духовные знания могут ложиться не очень грамотно на вот эту предметную опорную точку ваших знаний, которые ранее были приобретены. Вы человек движения, достаточно авторитарный, любите, чтобы всё было по-вашему. Вы как бы любите жизнь, любите своё направление, но такое ощущение, что у вас, ну, как бы не состоялась карьера, как вы хотели. То есть, возможно, что-то, сбой произошёл в жизни когда-то давно, но это связано с дорогой, и вы как будто заново начали, и что-то пошло всё равно не так, как вы бы хотели. Пробой или порча, то есть у вас получается пробой, порча идёт по сексуально-родовой чакре, немножко сердечной чакры. Я бы сказала, заняться спиной надо, седьмой шейный псованок проблемный, вот там область плеч, да, немножечко, ну, это остеохондроз, может быть, поясница, икры. Ну, всё-таки вам нужно вот очень, всё-таки движение какое-то, делать грамотные движения. Может быть, это не спорт такой, в прямом смысле слова, но может быть, духовный спорт. Это может быть йога или какие-то там китайские практики, потому что у вас то ли движение есть, но оно какое-то вот хаотичное, и, возможно, это сидячая работа была в жизни. Ну, ощущение, что у вас вот спина, вот немножко позвоночник проблемный, то есть вам с этим надо всё-таки работать, как бы, да. Дальше что ещё у вас? Пробой по родовой линии, я сказала, да? По линии мужчин, это я уже говорила, да? Ну, вот как-то так. Вообще по здоровью пробойчики есть, они уже возрастного характера, думаю, приобретённого, и связано это с негативом, опять же, или воздействием на ваши семейные какие-то отношения от женщины тоже, либо зависть, либо воздействие на мужчину и так далее. Ну, нехватка вам, немножко вы не доверяете людям, как бы, и за счёт этого обычно сталкиваетесь в людях не совсем с хорошими качествами, и как раз больше акцентируетесь на них, берёте, опять же, их на себя, за счёт этого у вас пробой практически немножко есть по всем чакрам, в том числе, опять же, я бы обратила внимание всё-таки на район красной чакры, это всё-таки костные, суставные вещи, в общем, понимаете, надо с этим вам как-то всё равно в будущем будет работать, то есть над собой надо работать, у вас немножко упущенное здоровье. Ну, хорошо. Я могу, Елена, благодарю, я могу только добавить, что полностью со всем согласен. В принципе, достаточно удачливый человек, женщина, она может быть даже выигрывать в какие-то лотерейки, если захочет это делать, причём это надо делать в субботу, в субботу, 8, 17 или 26 числа, посмотрите в календаре, выберите эти дни, если они попадают на… нет, не на субботу, простите, на понедельник, на понедельник, вот, в понедельник, ещё раз, в понедельник, 7, 16 и 25 числа, вот эти вот дни, это ваши дни, так, и вы добрый человек, собственно говоря, вы помогаете, вы любите помогать людям, у вас очень и очень сбалансированная вот такая астрономерологическая матрица, я вас поздравляю с этим. Вот со здоровьем, да, и с энергией, да, тут есть проблемы, и они были, кстати, они не часто появились, несмотря на то, что у вас достаточно так, возраст тоже зрелый, будем говорить, но они были и раньше, я полагаю, они и в детстве были, у вас от природы не самое крепкое здоровье, будем говорить, ну и вот вам надо было бы позаниматься вашими как раз таки чакрами, поскольку это центр энергии, дело в том, что и энергии у вас маловато, поэтому я согласен, если бы вы занимались какими-то видами вот таких гимнастик, ну, к примеру, у нас вот в центре в Сан-Гейтс тай-чи по понедельникам, и там как раз таки люди не такие уже молодые, и это только для них как раз таки вот делается такие облегчённый вид вот этой энергетической гимнастики, то есть очень-очень всё это light, всё достаточно легко это можно делать. Ну вот примерно так. Аркадий, так какой там очень интересный вопрос? Вопрос такой. Добрый день. Можно узнать информацию о чакрах дате рождения? Дата рождения 3 июня 1979 года. Зовут Ирина. И ещё одно. Меня всё время преследует число 33. Что это значит? Ещё раз. Какое? 3 июня 1979 года. Ирина, да? Да. И женщину преследует число 33. Что бы это значило? Ну, давай. Это, наверное, пускай тогда Лена немножко расскажет, а я скажу, это моя чекарство, скажем, нумерологическое. Ну да, ты по числам скажешь, а я тогда просто охарактеризую сейчас человек, посмотрю, что там. Так, Ирина, да? Ну, достаточно у вас, Ирина, вы человек движения, но сейчас как будто у вас вот либо, опять же, не хватает определённых знаний, чего-то нового, да, то есть вы застыли, то есть у вас такое ощущение, что немножко жизнь как-то потеряла краски, как было раньше, то есть, ну, бытовуха какая-то, зацикленность присутствует, внутренний конфликт с самой собой, то есть в состоянии выбора вы как будто бы не знаете, что вам нужно, то есть потеря цели. Я думаю, что это как раз связано с негативом. Опять же, у вас это через зелёную чакру, то есть это человеческие отношения, то есть это уровень солнечного сплетения, то есть это в районе, опять же, рядом сердечная чакра, да, если мы её тоже возьмём, то есть у вас, получается, идёт пробой через взаимоотношения с людьми, очень сильно вы воспринимаете чужую энергию, чужие эмоции, чужие переживания, даже, ну, как бы, даже если вы не виноваты, почему-то вы на себя берёте вот ответственность за чужой дискомфорт. Пробой у вас в семейных отношениях, опять же, идёт, ну, связано с родителями, тут идёт что-то по линии мамы, негативчик дальше, и у вас, опять же, зацикленность идёт в любовных отношениях, что-то связанное с человеком из прошлого, ну, как будто вот у вас не складывается что-то в личной жизни так, как вы бы хотели, то есть пробой идёт. Я хочу сразу, она дополнила, только что дописала, что действительно вопрос о личной жизни и что надо изменить, чтобы выйти на позитивный ход событий. Ну, первое, что ей надо, Ирина, что вам надо сделать, это перестать думать в минус, то есть вы постоянно думаете в минус, вы постоянно ожидаете от жизни пинкопад нужное место. Вам нужно, прежде всего, посмотреть на свои плюсы, что у вас есть как бонусы, плюсы. Ну, вы же, извините, не в землянке живёте, вы живёте благополучно, более-менее. Оцените все свои плюсы, которые у вас есть, и концентрируясь на них, уже вы можете идти дальше. Второе, вам надо всё-таки снимать негатив родового характера, это идёт то, что по линии мамы вашей, да, пробой в личных отношениях, это пробой у вас в семейных отношениях, возможно, влияние женщины, и у вас идёт элемент пробоя в сексуальных отношениях, то есть, опять же, страдать может оранжевая и сексуальная, и родовая чакра. Вот. Кстати, тут у вас идёт пробой почему-то и по карьере, то есть, возможно, даже у вас пробой по сексуально-родовой чакре произошёл на рабочем месте, как пробой от коллеги, как бы, от мужчины. Через карьеру у вас за счёт этого сбой идёт и по карьере, ну, то есть, нету перспективы, какая-то потерянность. Ну, по здоровью, да, есть пробой, больше психосоматического характера, ещё, помимо всего прочего, набирая чужую энергию, вы ещё в себе распределяете сами, никуда не надо, то есть, ваша задача – перестать копить в себе нежелательные эмоции чужих людей и видеть только минусы, тогда вы всё-таки по здоровью выплавите. Ну, переживаете вы за деньги, возможно, вас беспокоит место работы и, ну, как бы, опять же, связано что-то с детьми, присутствует, присутствует предательство на сердце тоже, очень сильно переживаете чужие, ну, когда вас кто-то обидел или оскорбил, то есть, вам надо тоже с этим начать работать, опять же, да, то есть, вам нужно просто перестать думать, как вы сейчас думаете, начать, ну, как бы, по-другому мыслить, чтобы позволить себе немножко себя совершенствовать, а вы, наоборот, себя, обладая сильной энергетикой, вы себя топить, пытаетесь энергетически ломать, что ли, я не знаю, то есть, вам надо действительно при съёме негатива ещё всё-таки новую систему видения какую-то иметь, и, опять же, духовные практики, может быть, это спорт такой, вот как у Майкла, Майкл сказал, у них там есть, что-то такое интересное китайское. Майкл, ну, скажи про число 33, конечно. Ну, там не только число 33, я хочу добавить, что, в общем-то, очень и очень умный человек, Ирина, у нас, и познание для неё не представляет никаких трудностей, полагаю так, что образование, она достаточно легко всё схватывает, можно сказать, на лету. И по поводу личной жизни дело вот в чём. Опять же, как Лена это называет пробой, я это называю как-то по-другому, я это называю не контакт с отцом в первую очередь, поскольку, если речь идёт о женщине, девочке, то первым мужчина в её жизни — это отец. Там нету контакта, это означает, что нету, как бы доверия к мужчинам, изначально природа не вложена в это тело при рождении. То есть, как бы я знаю, конечно, мне как бы нужно иметь семью, но в то же время, как бы, а нафига мне это, простите, надо. То есть, полагаю, если бы даже вы и не говорили, вас бы это не интересовало, я бы предположил и вряд ли бы оказался неправ, то, что у вас проблемы в личном, на личном плане в отношении с мужчинами, и это связано с отцом, с вашим. Уж как, это вопрос следующий, мы, к сожалению, не имеем так много времени. Вы великолепно общаетесь с людьми, у вас очень серьёзная целеустремлённость в том, чем вы занимаетесь. В отношении здоровья это сложно. Вот вам надо, и энергии у вас нет всё-таки маловато с точки зрения астрономерологии, а здоровья у вас от природы, вообще-то говоря, совсем мало. Поэтому вам надо было бы, или вы это уже делаете, вам надо общение с какой-то физкультурой или какими-то видами спорта. Я всегда рекомендую вот такую вот, то ли это тайчи, то ли это ушу, то ли это чиган, цигун, то ли это йога, и, наверное, самый лучший вариант кундалини йога, но вам надо найти хорошего преподавателя, окей, дальше, по поводу всё-таки числа 33. Ну, тут много есть вариаций, как, что и почему, но могу вам сказать вот что. Что-то у вас первый вариант, у вас это связано с той самой чакрой, которая, самая главная чакра, она называется манипура. Ну, что значит самая главная? Они все главные. Ну, вот, кто читал Карлос Кастанеда, то там есть один рассказик, где вот он взбирался на ответственную стену по лучам, которые выходили из его манипуры. Вот эта чакра, которая находится на 2 сантиметра примерно ниже попка и где-то ближе к передней стенке, но примерно по центру, вглубь, да? Вот это называется манипура. Причём я хочу сказать вот, что значит манипура имеет 20 лепестков. У вас, вы вообще по природе своей не терпите никакого давления, вы очень самостоятельные, можно сказать, своевольные, вы не терпитесь никаких приказов. Это против вашей природы указания. Вы не любите этих указаний, вы любите сами давать эти указания, поэтому в то же время вот вы хотите вашего партнёра, чтобы он соответствовал вашему пониманию, вашему видению. Но это не всегда бывает. Что такое 33? На самом деле вот если обратиться к тантрическим текстам, то есть есть мантра, есть янтра, есть тантра, правильно? Наверное, многие знают, о чём идёт речь. Так вот, спиной хребет именно в тантрический текстов состоит из 30 частей. То есть костная система ваша спина, вам надо с этим поработать, вам надо к какому-то мануальчику походить, полагаю так, потому что прямой позвоночник и ровное, вот, кстати, об этом говорит вот предыдущая передача, сейчас-то, по-моему, я слышал такое, это я с этим 100% согласен, вот такого, по-моему, Ольга, да, наговорила, о том, что люди не знают, как держать голову. То есть вы все, мы все должны, особенно женщины, в силу своего физиологического строения, женщины, как правило, дышат грудью, да, или нижним вот отделом, грудным отделом, а надо дышать животом, брюшной полостью, причём желательно нижними, нижними отделами брюшной полости. это что означает? Это что означает? Ходить надо, втянув, как бы, живот. Это трудно, но это даёт очень серьёзные результаты. Этим самым вы сохраняете осанку свою. Так вот, здесь тоже есть момент. Ну и следующий момент манипура, именно вот это число 33, количество лепестков и так далее. Могу вам также сказать, что ваш главный, скажем, событие в вашей жизни было, когда вам было 35 лет и следующий, когда вам будет 42 года, то есть, по сути, это через 3 года, судя по всему. Вам сейчас 38, через 4 года 38 с половиной. Ну вот, примерно так. Ну, по поводу мужчин, ну, если вы измените свою позицию и видение, так как вы видите своего избранника, своего партнёра, то он появится. Ну и есть особые методики, конечно, кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Есть методики привлечения, привлечения как партнёра, так и каких-то событий и так далее. Вот, Елена Порецкая тоже этими вопросами, так сказать, занимается. Ну, я в какой-то степени тоже могу дать какие-то направления типа указания. Вот. А вы, вообще-то говоря, Ирина, ещё ко всему прочему, обладаете серьёзными качествами, чтобы за вами шли люди. И, наверное, вы держите эту марку в отношениях с какими-то людьми, с кем вы общаетесь. Вам ни в коей мере нельзя быть подконтрольным, то есть ходить под кем-то. Вам не нужно этим заниматься, даже если это приносит вам какие-то материальные бенефиты. Понятно, да? Ну, к примеру, вам под мастерем не надо идти. Это, скажем, удел шудр, вот, то есть работяг. Вы не работяга. Вы обладаете очень серьёзными качествами и, в принципе, могли бы быть, ну, наверное, каким-то учёным, если бы захотели, потому что, ещё раз, у вас связи с точечными науками, как бы, да, вы могли бы, у вас качество для этого есть. Позаботиться только о здоровье и энергии надо. Иначе нафига тогда вообще всё надо, если нет здоровья, сами понимаете. Ну, вот, вот то, что я вижу. Да, у нас ещё есть и звонки, и звонки, и смс, но мы просто уже не успеваем. У нас остаётся пять минут, даже меньше уже до конца эфира. Да, это у нас меньше. У меня, что, показывают шесть. Может быть, один успеем принять? Я не знаю, принять мы можем успеть, но ответить. Давайте. Ну, попросим, давайте. А почему вы игнорируете вопрос, который вам задали? А потому что... Сейчас не надо, не надо, есть, есть ещё звонки. Алло. Да, это не вопрос. Алло, алло. Женщины средних лет, как можно ответить? Да, есть, вот, значит, вопрос такой. Марина, 1 ноября 75-го года, проблема в личной жизни? Ну, я не знаю, или мы успеем ответить просто. Марин, да? Да, 1 ноября 75-го года. Ну, Лен, давай, не надо, давай быстренько, у нас времени нету на оба ответа, я могу сказать, тут совершенно однозначно, я уже посмотрел, вам надо пообщаться с парапсихологом, выберите сами, если захотите, у вас проблема, опять же, лежит в отце, и вы очень, и очень, и очень авторитарны, измените свою позицию по отношению к мужчинам, вы хотите, чтобы они ходили рядом, и вы им говорите, рядом, я сказала, они не идут, понимаете, вот так, поэтому, кроме этого, я подозреваю, что вы, возможно, занимаетесь не своим делом.